Всем привет! Вы на канале Дилду и сегодня у нас новогодний выпуск. У нас битва самураев и этих же самураев я разыграю в конце данного обзора. Дамы и господа, а также фанаты Хилки, сегодня мы увидим битву между этими двумя японскими брендами. Волфа против Таджимы, а также наш специальный гость, мой любимый инструмент Милоки. Если вы хотите проверить запас прочности любого инструмента, просто отдайте его в бригаду к тем, кто не покупает его за свои деньги, и вы охренеете гарантированно от того, как можно насиловать инструмент. Я подобные ножи и лезвия покупаю упаковками на каждый объект, поэтому о том, сколько они живут и на каком пороге они ломаются, я вам могу рассказать не понаслышке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а конкретнее мы с вами поговорим о ножах с сегментированными лезвиями от компании Ольфа против ножей от компании Таджима. На сегодняшний день это два самых крупных производителя всего того, что режет, колет, отрубает, отгрызает, отпиливает, отскрипает и так далее. Абсолютно любая ваша больная фантазия, возникшая в вашей больной голове, у них уже давно запатентована и стоит на прилавках, продается уже годами или даже десятилетиями. Это мастодонты, это монстры своего дела, которые заняли свою нишу, о которых знают абсолютно в каждой практически дыре мира, которыми работают уже абсолютно в каждой дыре мира и которые продаются практически абсолютно в каждой дыре мира. И сегодня мы с вами попробуем выяснить, кто же из них лучше. Погнали! Ну что ж, друзья, вот так выглядят ножи в распакованном виде, практически в полной боевой готовности. Почему практически, об этом расскажу чуть позже. Сразу хотелось бы отметить, что это не те ножи, которые вы получите, если станете одним из победителей в розыгрыше, который будет после данного обзора. Я отправлю вам совершенно новые ножи, потому что лишать вас права девственного анбоксинга, девственной распаковки своего любимого подарка я не могу. Да и дарить пушку, блин, ну по-моему вообще какое-то конченое дело. Ну и начнем мы с вами наше знакомство с ножей от компании Ольфа. Это ножи линейки X-Design. И если мы с вами их перевернем, то мы поймем почему. На тыльной стороне ножа прорезинивание выполнено в виде английской буквы X. Для чего компания Ольфа это сделала? При стандартной работе с ножом, при работе с лезвием у нас с вами есть замечательный ухват и противоскользящее прорезинивание на корпусе. И также при обратном ухвате, когда мы с вами работаем пяточкой, у нас также имеется под большой и под указательные пальцы хороший противоскользящий упор. Да, при основной работе здесь также есть ярко выраженная насечка противоскользящая, но также при работе с пяткой дискомфорта какого-то вы тоже не почувствуете. Нож фиксировать в руке достаточно удобно. Модели у нас называются L5 и L5AL. L5 у нас классическая модель с блокировочным колесиком и L5AL собственно это у нас модель AutoLock с автоматической блокировкой лезвия. Данные ножи комплектуются лезвиями Ольфа Блэк. На сегодняшний день это самые топовые лезвия, которые вы можете купить официально на территории Российской Федерации. Некоторые ножи комплектуются лезвиями Speed, скоростными лезвиями, которые позволяют резать гораздо быстрее материалы. Но отдельно купить эти лезвия в России я пока что возможности не нашел. Они идут, да, с какими-то моделями ножей, но просто отдельно купить упаковки лезвий невозможно. Поэтому Ольфа Блэк это самые топовые лезвия, которые вы можете у нас купить в обычном доступе. Прорезинивание на передней части ножей выполнено у нас сплошными полосками. Очень удобно фиксировать ножи в ладони совершенно на любом участке. Также на передней части очень ярко выраженная вот такая насечка противоскользящая под большой палец. И также очень удобно выполнены упоры под указательный палец, фиксирующие для того, чтобы нож не выскальзывал у вас из руки, когда вы совершаете какие-то очень мощные у вас резы, чтобы его не выровнять, чтобы он у вас не выскользнул. Имеется вот этот упор и также у нас имеется вот этот схоз на корпусе, который тоже позволяет мизинцам фиксировать нож в руке более плотно. Пользоваться удобно, фиксировать удобно, никаких нареканий к удобству корпуса у меня нет. Также на данных ножах у нас с вами имеются классические отверстия под страховочную систему, которую вы используете, ну или можете обычной веревочкой его подвязать при работах на высоте. Если вы его уроните с большой высоты, скорее всего, вам придет жопа, ну с большей вероятностью. Если вы будете использовать систему страховки, этого можно будет избежать. Ну а теперь давайте познакомимся с вами поближе с ножами от компании Таджима, а потом мы, собственно, их столкнем с ножами от компании Ольфа. Правильно, кстати, говорит Тадзима, но у нас русскоязычный народ не очень легко воспринимает правильные названия, и поэтому все говорят Таджима, ну как бы и окей. В этом тоже нет ничего такого. Это у нас модели DFC-561 и DFC-560. Что означает эта аббревиатура? Я понятия не имею, что это за диклофенаб 560, но в общем компания Таджима так их назвала, и как бы окей с этим. Модель у нас, соответственно, идет 560 с автолоком, то есть с автоматической блокировкой, и модель 561 у нас идет с блокирующим колесиком. Почему в начале ролика я сказал, что ножи практически в полной боевой готовности? Потому что ножи от компании Ольфа продаются в блистере, в полностью запечатанном, и доступа к механизму и к лезвиям у вас нет. А вот ножи от компании Таджима продаются вот в таких открытых упаковках, и доступ к механизму и к самому лезвию у вас есть, если вдруг вы пойдете в какой-то магазин, где они продаются на прилавках. Поэтому компания Таджима сделала следующее. У вас внутри находится обычная картонка, то есть это не вот такое вот красивое лезвие, как я подумал первый раз, когда увидел фотографии на сайтах при выборе данных моделей. Это у нас обычная картонка. Обычная картонка, а лезвие у нас хранится внутри упаковки, и выполнено это достаточно прикольно. Я словил такую прям ностальгию. Аудитория в основном у меня постарше даже меня будет основная, поэтому вы поймете, о чем я сейчас. Раньше продавались лезвия для мужских бритв, ну и женщина тоже кое-какие места ими подбревали, мы все прекрасно это знаем, когда Хейри вышла из моды. И лезвие вот находится в такой вот бумаге запечатанной, мне это прям вот дико напоминает те времена, постсоветские, когда у отца были все эти вот модные японские лезвия к бритвам, и они запечатывались также вот в таких вот бумажных отдельных упаковочках, несмотря на то, что у них была своя картонная общая упаковка. Это мне вот прям какую-то нотку ностальгии навеяло. И в упаковке у нас с вами находится лезвие Таджима, то есть вот такое вот лезвие, мы с вами его дальше будем сравнивать уже с лезвием от компании Ольфа. То есть для того, чтобы нам с вами привести нож в полную боевую готовность, нам нужно с вами сперва вытащить и выкинуть картонку, которая идет в комплекте, и потом, собственно, ставить туда рабочее лезвие. Повторяем эту же процедуру с вторым ножом, вытаскиваем картонку, вставляем рабочее лезвие. И мы готовы дальше рассказывать про эти ножи. Корпус у ножей от компании Таджима выполнен достаточно добротно. На передней части мы с вами видим снизу сплошное прорезинивание, а сверху только в том месте, где мы нож зажимаем в ладони. Противоскользящие упоры под большой палец без зоны прорезинивания, но это не мешает комфортной работе. На тыльной стороне мы с вами можем заметить, что прорезинивание идет сплошное в том месте, где нож у нас ложится в ладонь. То есть, чтобы нож в ладони не скользил, в этом месте у нас с вами идет сплошное прорезинивание. Пятно контакта очень хорошее, выронить нож из руки или чтобы он начал выскальзывать в процессе работы даже тяжелых резов у меня не получалось ни разу. Как мы с вами можем заметить, компания Таджима немного шарит за стиль. В середине блокировочного колеса, а также в середине механизма автоблокировки, мы с вами можем заметить на хромированной детали название бренда Таджима. В работе это вообще никак не помогает, но в эпоху инстаграма и понтов достаточно прикольная фишка. У данных ножей от компании Таджима также есть на корпусе проушины под система страховки, которую вы уже используете или планируете использовать. И это тоже достаточно удобно, потому что, опять же, если уронить нож с какой-то большой высоты, то, ну, скорее всего, ему придет жопа. Также у данных ножей есть достаточно прикольная фишка. На передней части ножа мы с вами видим вот такое вот исполнение. Производитель позиционирует это и как отвертку для завинчивания, довинчивания, затягивания каких-то винтов, а также этой частью можно также открывать какие-то банки с краской. Несмотря на то, что на ножах есть классическая пятка для ножей, такого исполнения она классическая, тем не менее, есть еще вот такая вот прикольная фишка для, ну, может быть, ускорения процесса, чтобы не переворачивать нож в руке, а просто взять и убрать лезвие и сделать то, что ты хотел пяткой, но сделать это в передней части. Ну, а теперь, после того, как мы с вами познакомились с этими ножами по отдельности, давайте все-таки сравним с вами продукцию этих двух, не побоюсь этого слова, величайших производителей в области всего, что режет, отпиливает, отрезает и отскребает. Все и отовсюду. Уважаемые гости, друзья, подписчики, те, кто смотрит это видео сейчас, хотелось бы сразу сделать вот такую вот ремарку и внести вот такой вот корректив в ваш мозг, пока вы не начали смотреть сравнение. Все, что я буду говорить о этих ножах, сегодня будет мое субъективное мнение, и это не претендует на абсолютную правду. Это, во-первых. Во-вторых, мое знакомство с ножами не ограничивается данным обзором, каждым из них, и я лично, и все парни, которые работают у меня, проделали просто колоссальное количество объектов, резов, километры просто и так далее. И все, что я буду говорить, это будет основано конкретно на опыте, на моем и на опыте моих мастеров на протяжении какого-то большого количества времени и на протяжении какого-то большого количества объектов и совершенно просто разных задач, выполняемых при помощи данных ножей. Поэтому просьба это учитывать, когда я буду что-то говорить, и не воспринимать это как информацию, что я просто сейчас распаковал эти ножи, и вот спустя 15 минут сравнения я пытаюсь вам выдать какие-то сумасшедшие умозаключения. Примите это к сведению, погнали к сравнению. Если сравнивать качество литья корпуса, количество прорезинивания, области противоскользящих упоров под большой палец и под мизинец, то я, пожалуй, отдам предпочтение бренду Ольфа. Если мы с вами рассмотрим ножи поближе, я сейчас попытаюсь вам это показать, то вы сможете заметить, что на ножах от компании Таджима у нас есть небольшие пластиковые заусенцы. Сейчас, секундочку. Посмотрите поближе. На ножах от компании Таджима есть небольшие недочеты по корпусу. Какие-то усики, какие-то там... Ну, это прям мелочи и придирки. Но, тем не менее, если сравнивать качество исполнения корпуса, не говорить о износостойкости пластика, потому что она практически одинаковая. А если говорить конкретно вот о мелочах именно в качестве исполнения, что все подогнано, все лишнее убрано и так далее, то балл идет в копилку компании Ольфа. Теперь, что касаемо механизмов. Автоблокировка и там, и там имеет очень хороший упор и имеет у нас с вами идентичную основу. Давайте посмотрим. Пластиковые бегунки. Внутри у нас металлические части. Практически идентичного размера металл внутри. Чуть больше у Таджима непосредственно сама пластиковая часть, но металлическая внутри, как мы с вами можем увидеть, совершенно одинаковая. В плане автолока механизмы одинаковые. Что касаемо ножей с блокирующим колесиком. Давайте тоже мы с вами достанем механизмы и тоже их сравним. Мы с вами можем заметить, что механизмы немного отличаются по внутренней части. И здесь мы с вами тоже можем увидеть отличия. И сейчас я расскажу, почему. Что касаемо самого фиксатора. Он и там, и там выполнен на одинаковой резьбе, с одинаковой начинкой. Тут вопросов нет вообще никаких. Сейчас я выкручу. То есть толщина металла внутри одинаковая. Вот у нас Ольфа и вот у нас Таджима. То есть толщина одинаковая. Никаких отличий не вижу. Таджима, Ольфа. Они немного другого цвета, поэтому в принципе перепутать их будет достаточно сложно. Можете не переживать. Здесь и компания, что касаемо механизмов самих, и компания Ольфа, и компания Таджима получает по одному баллу. Так почему же у этих двух брендов отличаются механизмы блокировочного колесика? Если вы посмотрите на эти ножи поближе, то вы сможете заметить, что гребенка в ноже с блокирующим колесиком такая же у Таджима, как и гребенка внутри ножа с автоблокировкой. У Ольфы такого нет. У Ольфы начинка разная. Вот тут есть гребенка, там гребенки нет. Где у нас ползунок с автолоком, у нас есть гребенка, где у нас стандартное блокирующее колесико, гребенки нет. То есть ножи у нас разные. Компания Таджима унифицировала корпус ножей. То есть вы можете спокойно сменить начинку от одного ножа к другому, потому что гребенка и там, и там совершенно одинаковая. Возможно, это хорошо, возможно, это плохо, но такое отличие и есть. Что мне немного не понравилось, если мы сравним с вами ножи с автолоком, с автоблокировкой, мы можем заметить, что у компании Ольфа гребенка скрытая внутри корпуса. Если посмотреть с лицевой части, ее не видно. У компании Таджима гребенка полностью открытая. И верхняя, и нижняя гребенки открытые. И, возможно, если там резать какую-то ткань, полотенце, настройки, которые мы используем и так далее, вафельное, имею в виду, это все, возможно, начнет цепляться что-то. Или в кармане, может быть, если у вас нитки какие-то распускаются, тоже может начать цепляться. В принципе, считаю это минусом. То есть плюс в копилку к Ольфе это то, что у них гребенка скрытая внутри корпуса, а у Таджима нет. Почему я все-таки наличие гребенки на ножах с блокировочным колесиком у Таджима отнес к минусу? Это то, что в отличие от ножа от компании Ольфа, где мы с вами лезвие можем фиксировать абсолютно на любом отрезке, нам ничего не мешает, у нас нет никаких предустановок. Мы с вами просто выталкиваем лезвие и абсолютно на любом участке его зажимаем. У компании Таджима такой прикол не пройдет, потому что у нас есть вот эти вот автолоковские предрежимы, скажем так. И вот здесь у нас в самом замке есть скоба. Вот эта скоба, которую вы, может, увидели. Сейчас еще раз вам ее покажу. Вот она внутри, вот эта скоба. Блин, не знаю, видно ее или не видно. Металлическая. И она у нас тоже по этой гребенке фиксируется на своих каких-то предустановках. Слушаем. Положения очень много, да. Гребенка очень прям такая частит, но кроме начала здесь, да, где вот положение чуть побольше шаг. Но, тем не менее, это вам не позволяет выдвинуть лезвие абсолютно в любом месте, где вам хочется, и зафиксировать его. То есть вот эта вот ступень, она все равно присутствует. Вы все равно ограничены условно ходом половины сегмента. А если вам хочется выдвинуть лезвие именно вот прям, ну, вот прям вот так вот, ну вот прям вот так вот, то с Таджимой у вас такого прикола не получится. Я не считаю, что это прям огромный косяк, но все равно унификация корпусов привела к тому, что возможности фиксировать лезвие абсолютно в любом положении нет. То есть мы ограничены, в принципе, все равно ходом гребенки. И поэтому я именно отнес плюс в копилку к компании Ольфа, что они не стали делать унифицированные корпуса, а все-таки сделали разные механизмы для разных ножей. Теперь, что касаемо эргономики данных моделей. Ножи от компании Ольфа в руке сидят достаточно хорошо, и противоскользящие упоры выполнены достаточно хорошо, но я все-таки отдам плюс в копилку ножей от компании Таджима и объясню почему. Противоскользящий упор под указательный палец гораздо более ярко выражены и позволяет стабилизировать нож в руке чуть поувереннее, несмотря на то, что противоскользящий упор под большой палец у них без прорезинивания. Также корпус у компании Таджима чуть больше утолщается в задней части, вот здесь, если вы можете заметить, он чуть-чуть более толстый в этой зоне, и это нам позволяет при фиксации в ладони лучше его чувствовать, лучше его зажимать, не знаю, как вам сказать, но в общем, в руке по эргономике эти ножи чувствуют прямо себя лучше, то есть он прямо как влитой здесь, вот именно за счет того, что эта часть чуть более утолщена и за счет того, что она полностью прорезинена до самого конца и нет вот этого пластикового упора. Если работать голыми руками, без перчаток, то вот ножи от компании Таджима по ощущениям тактильным в руке приятнее, и даже если работать в перчатках, по эргономике они мне тоже нравятся больше, поэтому тут бал в копилку Таджиме. Если говорить о проушинах под систему страховки, то я также отдам бал в копилку компании Таджима, потому что у компании Ольфа они чуть меньше, и продевать туда систему страховки чуть-чуть сложнее. Если говорить о том, что система страховки достаточно с тонким шнуром, тросом и так далее, то это будет легко, если говорить о том, что у вас какая-то стандартная система страховки, где тросик чуть толще, то это будет уже достаточно проблематично. Вот такой вот напульсник от компании Милоки, который я очень люблю использовать, пролезает и туда, и туда без особых проблем, но если говорить о том, что вы в перчатках, или вот немножко уже распушилась эта система страховки и так далее, то в проушину чуть большего диаметра, как у Таджимы, продевать систему страховки гораздо легче, поэтому бал Таджиме. Теперь, что касаемо рабочих пяточек на этих ножах, я отдам бал в копилку компании Ольфа, потому что у них пяточка из нержавеющей стали, неокрашенная, она чуть-чуть больше, она немного толще, чем у Таджимы, сейчас я вам попробую это показать, то есть она немного толще, чем пятка от компании Таджима на ножах, не знаю, очень сложно, она чуть больше, это легко видно, да, вот она прям, прям больше, и, ну, она такая прям heavy duty, ей не стрёмно работать, на этих ножах через время использования пяточка заканчивалась, потому что, опять же, производитель позиционирует её непосредственно, как только вскрывать коробки, но, как мы все с вами прекрасно знаем, на объектах, это прям пяточка идёт в ход вообще абсолютно под любую приколюху, которая приходит в голову мастеру, и ни хрена ей никто не распаковывает коробки, разрезая клейкую ленту, как это показано, ну, в демо-ролике, как это задумывал производитель, эта пятка очень удобная для того, чтобы работать абсолютно в любых условиях, и вот у Ольфы она более качественная, и более износостойкая, на Таджимах начинает сползать краска, она быстрее истирается, она гнётся, она мягче, мне, в принципе, она не очень не зашла, потому что, опять же, я до этого работал у Ольфы очень много, и работал ножами более дешёвыми у них, несмотря на то, что они дороже, они прям супер heavy duty, это единственные ножи, кстати, сейчас вы можете увидеть их фотографии на экране, которые живут в бригадах дольше всего, они прям реально живут дольше всего, и их практически невозможно вшатать, несмотря на то, что они с виду вроде более бюджетные, хотя стоят дороже, и я привык уже вот к этой вот супер крутой, выносливой, классной пятке, и нержавейка, она, в принципе, если её начинать прям жёстко насиловать, она, ну, немножко там поцарапается, появится на ней такой лёгкий пискоструй, но она не поцарапается как окрашенная, и она, ну, не будет смотреться уже прям как дико-дико юзаная, поэтому, в принципе, что и пятка, что и носики, то, что у Ольфа не окрашенные, а просто из нержавейки, да, это не так понтово, да, это не так модно, что это не в чёрном цвете, но это гораздо практичнее, потому что, во-первых, всё-таки нам этим нужно работать. Ну и чтобы не быть многословным, давайте всё-таки сравним пяточки в деле, у нас тут есть банка краски, уже поюзанная, которая вклеилась, и всё окей, я попробую вам объяснить сейчас, о чём я конкретно говорю, почему мне нравится больше Ольфа пяточка, чем у Таджимы. Во-первых, Таджима говорит, что можно и носиком открывать банки, да, это можно, но если банка уже вот залившая, то, ну, ножик прям в этой части начинает нехило так изгибаться, и, ну, выглядит это достаточно... Ну, я бы не стал это делать, да, они говорят, что в официальном видео, что по сравнению с другими брендами, эта часть прям супер-пупер-классная, и она специально сделана в одиночном исполнении, то есть не выходит, как здесь, сразу двойной металл с двух сторон, чтобы, если вы что-то им открываете, он не изогнулся, и потом здесь не застревало лезвие, то есть поэтому они выпустили эту только нижнюю часть вперёд, но изгибается она достаточно стрёмненько, и использовать это на постоянной основе я бы не стал, всё равно начинаешь пользоваться пяткой, и вот, пользуясь пяткой, она чуть-чуть покороче, если банка с более глубоким бортом не так легко достаёшь, и вот вы можете заметить, сейчас вот... вот вот что я... смотрите, вот она уже облезает. Видно? Вот сейчас я ещё... Вот, ну вот, по сравнению с неюзанным ножом... Блин, как фокус бы так словить? Классно, что... Во, видно, да, во-во-во-во. Ну, короче, вот, я типа поюзал её прям 10 секунд, и она прям уже облезает, и выглядит это, ну, не очень, блин, презентабельно. Ольфу можно на силах прям, я не знаю вообще, прям, просто... Во-первых, она длиннее, если у краски бортик будет чуть больше до крышки, вы точно доберётесь, ну, и при любых других работах вы тоже точно доберётесь. Ну, и во-вторых, что бы вы с ней не делали, ну, да, немножко, может быть, на ней паутинка появится, вот такие лёгкие царапины от работы, но это не ржа в чистом виде, что бы с ней ни стало, она всё равно всегда будет нормально выглядеть. Ну, а век Инстаграма и всех нас мастеров Инстаграмных и недоблогеров, ну, вообще, внешний вид инструмента лично для меня важен. Когда инструменту не так много, конкретно сейчас вы можете увидеть, что я его поюзал хер да ни хера, а он уже выглядит так, как будто его сували туда, куда не нужно, я считаю, что вот почему, собственно, я отдал плюс в копилку компании Ольфа, потому что здесь это не так продуманно, а используется это по назначению, как заявлено производителем, в очень малом количестве случаев. В основном эта пятка идёт в ход абсолютно вообще в любой области, до чего мог додуматься мастер. Теперь, что касаемо приколюхи с носиком на ножах от компании Таджима, если, к примеру, вот мы с вами возьмём дощечку, в которую вкручен винт, так как я уже вам говорил, что даже открывая банку с уже там, ну, юзанную банку, где уже крышка успела и в краске измазаться, и это всё прилипнуть и так далее, он изгибается. Если мы пробуем с вами какой-то винт стандартный закручивать, выкручивать, каких-то более, ну, во-первых, это неудобно чисто из-за изгиба корпуса, то есть это прям, ну, дрочь, которой вы не станете заниматься. Да, это можно сделать, да, он заходит в стандартный винт, если говорить, что это типа битая СЛ и дозатягивать какие-то винты, которые, ну, не под ПАШ, а под СЛ, это будет, да, куда лучше и так далее. Это можно делать, но пользоваться этим вы будете, ну, один, может, два, ну, может, три раза, потому что, если вы нормальный мастер, у вас всегда будет под рукой шуруповёрт, отвертка, да неважно, что угодно абсолютно, блин, но только вот не так, потому что, если бы она была где-то на морде, было бы удобнее так, как это, ну, имеет свой изгиб, определённый угол, то именно вот этот вот процесс, он, блин, неудобен, это дикая хрень. То есть, на самом деле, я не знаю, там, легче пятку засунуть, вот и пяткой закрутить, и так же сделать у Ольфа просто засунуть пятку и довинтить пяткой, здесь и угол чуть поудобнее, и упор чуть получше. Поэтому в этом плане не могу сказать, что это прям, ну, типа, дикий плюс для таджимы, и эта фишка прям суперклассная, потому что, если вы начнёте открывать банки с краской, эта хрень загибается, если начнёте что-то там из винтов посерьёзнее затягивать, тоже эта часть выгибается, и всё равно это проще делать пяткой, удобнее, серьёзнее, и она имеет здесь такую заострённую часть, которая позволяет, например, делать посадку в те же саморезы гораздо удобнее. Эта фишка есть, плюс в сторону таджимы, что это есть, но пусть это будет плюс в копилку, но пользоваться ей мне лично неудобно. Ну и теперь давайте мы с вами поговорим про лезвия. Как я сказал уже, и в ножах от компании Ольфа, и в ножах от компании таджима используются их топовые лезвия. В случае с Ольфой это у нас вот такие вот лезвия, это Ольфа Блэк, LBB, которые также будут участвовать в розыгрыше, они будут идти с каждым из ножей Ольфа в подарок. И в случае с таджимой это у нас вот такие вот лезвия идут в комплекте. Что касаемо упаковок, у меня нет открытой пачки Ольфа, это та, которая одна из тех, кто пойдёт в подарок, поэтому я не буду её распечатывать, но стандартная, вы все её знаете, нажимаем кнопку, снимаем крышку, достаем лезвие. У компании таджима это чуть более наворочено. Во-первых, у нас есть с вами вот такая вот защитная девственная плева, которую нам нужно снять, и у нас механизм идёт с автоподачей. Так как у нас лезвие тоже находится в открытом вот таком вот исполнении при продаже, для того, чтобы люди не могли тырить лезвие на витрине, и в принципе достать их и порезаться, здесь у нас вот такая вот защитная хрень, вот такая вот наклейка, её снять, ну не сказать, что прям очень легко, но можно подрюкаться и снять её. И механизм автоподачи лезвий. То, чего нет у Ольфа, это механизм автоподачи лезвий. Ну вот если снять вот это всё, помучаться, да, вот, всё окей. Вы убираете лезвие отсюда, следующая пружинка и толкается, на тыльной стороне у нас есть с вами вот такая вот насечка, которая позволяет делать упор под указательный палец, когда вы давите большим пальцем на механизм автоподачи. Прикольно. И да, они чуть подешевле, чем у Ольфа, но теперь давайте поговорим о их износе стойкости. И в плане лезвий я плюс отдам тоже в копилку компании Ольфа, несмотря на то, что они чуть-чуть подороже. Цену на лезвие от компании Таджима и цены на лезвие от компании Ольфа, вы сейчас можете увидеть на экране. Ну и также у Ольфа есть вот такие огромные наборы по 50 лезвий, которые по цене выходят гораздо интереснее. И, ну если под большой объект, под себя любимого, купили такую пачку лезвий и очень-надолго забыли о покупке лезвий. Тоже очень удобно. Да, в плане трапециевидных лезвий Таджима Верекс 2 это самый мега топ жир, вообще их никто не переплюнул. Я их использую либо мелоки, либо Таджима в каждом из своих ножей. То есть я обожаю лезвия от компании Таджима Верекс 2. Ну и также я люблю стандартные лезвия от компании Милоки. В плане даже корпуса вроде одинаковый. Милоки нужно лезвие выталкивать пальцами. И Таджима опять же сделала механизм автоподачи лезвия. То есть в этом плане ребята заморочены. Это очень хорошо, очень прикольно. Лезвие у них трапециевидный прям супер жир. Что касаемо сегментированных, все-таки отдам балл в пользу на лезвие от компании Ольфа. И теперь я объясню почему. Берем с вами лезвие от компании Таджима. И пытаемся делать в твердом каком-то материале, ну какое-то небольшое количество резов. Просто я хочу пояснить, почему я даю пользу в копилку. Вот новое лезвие, все, вы видели, мы ничего не делали. Пожалуйста, вот новое лезвие, вот новое лезвие. Окей, теперь начинаем в каком-то твердом материале делать какие-то, какое-то количество резов. Во-первых, Таджима острее, Ольфа, точнее, простите, она острее. Она сразу проваливается глубже в то же дерево. И во-вторых, Ольфа тупеет гораздо тяжелее, чем Таджима. При длительном использовании, сейчас сложно этого добиться, Но если резать гипсокартон, еще что-то, то вот это вот покрытие верхнее, черное, у Таджима слезает гораздо быстрее, чем у Ольфа. И у Ольфа остается дольше острой. И это не прям супер критичная разница, чтобы сказать, что прям вот ножи, лезвие от Таджима прям очень быстро тупятся. Нет, лезвие тоже очень классное, они долго остаются острыми. Но все-таки лезвие от компании Ольфа нужно быть объективными. Они немного лучше. Если в процентном соотношении, не знаю, может процентов 20 у них дополнительно. То есть разница в цене четко отражает разницу в качестве самих лезвий. Поэтому в плане лезвий я все-таки отдам плюс в копилку компании Ольфа. Да, у Таджима тоже очень классные лезвия. Вопросов нет, они по-любому лучше любого говна, который вы можете купить в супер открытом доступе. Но тем не менее у Ольфа лезвие лучше. Ну и последний немаловажный фактор при выборе ножа, это его стоимость. И тут я хотел бы отметить, что Таджима выигрывает. Она стоит 850 рублей, а Ольфа стоит 910 рублей. И та, и та модель 910, и та, и та модель 850. Но эта разница в 60 рублей, она настолько незначительная, что если бы у меня стояла задача выбрать себе всего лишь один нож, и мне не нужно было бы их много, несколько и так далее, то я все-таки выбрал бы Ольфу. Автоблокировка или блокировка с колесиком, это уже на усмотрение каждого мастера. Кому-то нравится автоблокировка тем, что она не сильно торчит из корпуса, не мешает при убирании ножа в карман, в какой-то пояс разгрузочный и так далее, ни за что не цепляется роликом. Автоблокировка у нас практически заподлицо с корпусом, поэтому многие мастера дают предпочтение именно автоблокировке. Но в целом, если бы стояла задача, как я уже сказал, выбрать один нож для себя, будь то это с блокирующим колесиком или с автолоком, я выбрал бы Ольфу, потому что с разницей всего лишь в 60 рублей, она более выносливая и, пожалуй, немного более качественно выполнена. Еще хотелось бы добавить то, что продукцию от компании Ольфа гораздо легче купить. Она есть во всех инструментах, с пунктами выдачи абсолютно практически в каждом городе. В Петровиче, когда вы делаете заказ, вы можете там же также выбрать, кинуть вместе со стройматериалами и лезвия Ольфа, и ножи. С таджимкой все немного сложнее, то есть таджиму надо прямо в специализированных магазах искать и так далее, и это тоже не всегда удобно, поэтому в плане легкости приобретения и доступности товара в принципе на территории Российской Федерации я бы тоже отметил один плюс в сторону Ольфы, потому что ее найти и купить гораздо легче, чем таджиму. Это никак не влияет на качество и на все остальное, но тем не менее простота в покупке для меня лично играет роль. Когда тебе ради двух ножей надо перец хер знает куда, это проблема. Когда ты пару ножей можешь добавить в любой заказ и на какую-то бесплатную доставку, это всегда плюс. Ну что ж, друзья, на этом все. Надеюсь, вам, как всегда, понравился данный обзор. Надеюсь, он будет вам полезен при выборе достойных ножей с сегментированными лезвиями, а также непосредственно с самих лезвий. Хотелось бы вас поздравить с наступающим или с уже наступившим Новым Годом. Все зависит от того, когда вы смотрите этот видеоролик. Пожелать вам крепкого здоровья, хороших заказчиков, достойных объектов, хорошего заработка, любящей семьи и так далее по списку. Домик в Польше, два красных Порше. Да-да-да, вот это все. И напомнить вам, что в этом обзоре участвуют в розыгрыше абсолютно все ножи и лезвия, которые вы видели, а также дополнительно участвуют в розыгрыше вот этот вот набор ножа и лезвий от компании Милоки. Почему он не вошел в битву самураев? Ну это объективно, это уже как бы не самурай, во-первых. Ну и во-вторых, он по функционалу им уступает, но он и дешевле. И он тоже достаточно достойный ножик, если вам не нужен тот функционал, который есть у Ольфа или у Таджима. Поэтому этот наборчик тоже участвует, как же король обзоров Милоки не подарит что-нибудь вам от Милоки в новогодние праздники. Описание, как участвовать в розыгрыше будет под этим видео, также я выложу пост в Инстаграме. Ну и непосредственно, либо в рождественскую ночь, либо после 8-го числа, я в случайном порядке при помощи генератора выберу из комментариев победителя. Подробные условия будут в описании, ничего сверхъестественного, ничего сложного. Участвуйте, получайте призы, я сразу всем отправлю, не только в Россию, кто откуда выиграет, в страны СНГ я тоже отправляю без проблем, даже в Европу некоторые призы. То есть я не ограничиваюсь, как официальные дилеры и прочие-прочие розыгрантусы территории Российской Федерации, понимая, что русскоязычных подписчиков у меня много и из других стран. Поэтому участвуйте, удачи вам, еще раз вас с Новым Годом, обнял, подкинул, не поймал. До встречи в следующем году, в новом обзоре. Пока!